здравствуйте дорогие друзья и гости канала меня зовут заяна это канал о вязании заяру вот и подошло время 10 старта в декаде старта и сегодня у нас 15 июля перед вами бобинка с пряжей она итальянского производства очень интересной скрутки состоит из двух нитей вот одна нить это шарики пухляши такие а 2 ворсистая видно вам или нет надеюсь и вместе с вами хочу измерить не измерить обзвесить бобинку и это будет плечевое изделие как дела и весы так здесь у нас 487 грамм вместе с конусом 400 450 грамм не вполне хватит на плечевое изделие даже с длинными рукавами образец я вязала спицами номер четыре изначально было провязано два ряда платочной вязки перешла я на лицевую гладь и вы знаете такое чувство что хочется взять спицы по потолще либо 425 не знаю есть такие нет или четыре с половиной четыре с половиной и пять у меня есть на короткой лески но мне будет неудобно вязать из-за этого я остановилась на спицах номер 4 стала вывязывать вот такой интересный узор он такой незамысловат и легко вяжется брала я с книги 250 авторских дизайнов хироса митсухару вот она книга и номер сто восемьдесят восьмой схему узора образец я оставлю в виде статьи на яндекс цен а в сообществе на ютубе я оставлять не буду потому что он все равно не показывает здесь идут переплетения по бокам вот это рапорт значит одно переплетение и накид 2 вместе потом чередуется это все в каждом раз два четыре в шестом по моему ряду идут переплетения у нас между ажурная вот этой дорожкой и потом идет смещение этого узора и все вяжется очень легко и очень быстро на камеру не придается та красота которая есть на самом деле потому что вот эти пухляши они светлого цвета а сама пряжа такая серенькая и они выделяются на фоне этой этого узора но мне очень нравится если честно планировала я вязать плечевое изделие по середине спины пустить вот этот узор сейчас я конечно сомневаюсь как это буду я комбинировать либо полностью сделаю спинку ажурным узором а по переду либо по бокам либо посередине пустью пущу этот узор пока не знаю как это будет выглядеть и еще немаловажный момент при вязании этого образца высыпаются вот эти шарики как они потом будут держаться на изделие я не знаю ну вот четыре или пять у меня уже высыпалась провязана здесь буквально сантиметров наверное 15 наверное мусора пусть так все что хотела вам рассказала пошла я поработаю а к вечеру подключусь покажу свои продвижения дорогие друзья вот настало время вечернего подключения провязала я немного но мне нужен очень сильно ваш совет первую очередь хочу рассказать что образец я постирала он в размерах не изменился в конце еще провязала резиночку два на два спицами номер три мне очень понравилось что получилось то есть я буду вязать плечевое изделие скорее всего джемпер резинка у меня будет два на два и потом перейду на спицы номер четыре может быть на три с половиной так что хочу сказать так вроде узор ничего смотрится но он теряется на данной фактурной пряжи и мои продвижения небольшие скорее всего я это буду распускать пожалуйста напишите мне в комментариях очень вас прошу резиночка у меня связано спицами номер три два на два но это она понятное дело резинку не держит просто для декора больше всего затем я распределила петли следующим образом час я высчитывала точно сначала хотела вязать реглан сверху и затем все-таки решила вязать снизу так как вот здесь вот немного когда начинается узор такое чувство что идет небольшая косина вот видите как петельки смотрят я побоялась вязать по кругу чтобы не было косины потому что опыт работы у меня был когда вязала я плечевое изделие лобла косина и после стирки это косина не прошла вот из этого буду сшивать боковые швы будут там рукава буду пришивать и так далее мне такое чувство что узор теряется на данном полотне здесь делила 22 петли провязала лицевой гладью затем у меня здесь полтора раппорта вот коса то есть вот первый раппорт второй раппорт и половинка третьего раппорта то есть коса и начинаются они с одной изнаночной как вы думаете стоит ли это распустить и связать лицевой гладью и наверное перейти на спицы номер вот видите как какой просвет спицами три с половиной напишите мне пожалуйста очень буду ждать вашего отклика ну а теперь давайте посмотрим по вчерашнему старту вязала я юбочку крючком номер два китайским продвижение у меня есть он очень сильно захватил меня этот процесс связано у меня было буквально три ряда узора сейчас у меня 11 по моему раз два три 4 5 6 7 8 9 10 до 11 ряд я вижу еще не завершила вот ниточка и надо будет связать еще 20 рядов или 21 ряд данного узора вот листики видны и дальше уже пойдет цветок цветок или тюльпан классно смотрится вообще просто прелестно на сегодня все мои хорошие вот такие у меня результаты пока пока очень постараюсь завершить несколько работ но все конечно мне не получится плечевые особенно такие мелкие работы постараюсь завершить и показать вам прелесть прелестную в понедельник пока пока до новых встреч увидимся в других роликах